Здравствуйте, друзья! Здравствуйте, Михаил! И с нами на связи наш международный постоянный обозреватель Александр Козлов. Александр, здравствуйте! 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 Мы начнем с происходящего на Ближнем Востоке и потихоньку дойдем до Израиля. Александр, ситуация с Турцией и Россией пока не улучшается. Путин и Эрдоган обмениваются колкостями. В то же время Обама потребовала от Эрдогана вывести войска из Ирака. Указывает ли это на улучшение сотрудничества между США и Россией в области военной стратегии? Ну вот, я думаю, вы уже обратили внимание, и все мы наблюдаем за тем, как очень динамично, буквально в течение нескольких дней, ситуация меняется на Ближнем Востоке. Действительно, очень важно то, что произошла встреча госсекретаря Керри с президентом Путиным и с министром иностранных дел России Лавровым. И, по всей видимости, заявления обеих сторон показывают, что есть соглашения конкретные, которые позволяют каким-то образом надеяться на то, что конфликт этот будет локализован и разрешен. Я бы сказал, что самое главное из того, что мы наблюдаем, это некоторая координация действий и признание того, что, ну, как бы той картины реальной, которая сложилась, она уже сейчас признается при принятии всех решений. Вот, и что еще более важно, как мне кажется, это то, что есть координация в действиях Соединенными Штатами. То есть распределена сфера контроля воздушного пространства в Сирии, как американцы сказали, за Асадом, но можно за этим считать за Россией фактически, вот, в Ираке за Америкой и, соответственно, правительством Ирака. И в случае, если необходимо координировать действия Соединенных Штатов и России, то Россия как бы согласовывает и участвует в координации этих действий, пропускает американские самолеты в Ирак и так далее. То есть это, мне кажется, очень позитивная тенденция. А вот не отходя от Турции, хотелось бы понять, сейчас Израиль и Турция договариваются о принципах урегулирования отношений. В это время Эрдоган принял в Стамбуле лидера Хамаса. Не окажется для Израиля вот эта дружба с Турцией скорее вредна, чем полезна? Я думаю, у Израиля здесь уверенное сейчас положение принятия решений. Мы знаем о том, что да, Эрдоган предложил как бы урегулировать отношения и идет на такие шаги. Я думаю, это позитивная тенденция. Надо понимать и причины этого, что он разругался практически со всеми и сейчас так или иначе хочет восстанавливать отношения хотя бы с частью своих бывших партнеров. Вот. И действительно, у него есть проблемы в Турции и с энергообеспечением, и с безопасностью. Вот. И Турция заинтересована в израильском газе и вообще в налаживании каких-то, каких бы то ни было отношений. Поэтому договорились о том, чтобы вернуть послов, договариваются сейчас после этого напряжения большого. Вот. Договариваются, готовится сделка. Предварительно условия обсуждаются по газу. Вот. Я думаю, что Израиль в данном случае должен просто рассматривать предложения Турции. Я не думаю, что они во всем приемлемы. Я бы с двумя как минимум не согласился. Турция готова идти на компромиссы, идти на сближение. Александр, а с какими бы двумя условиями вы бы не согласились? Эти условия это снять блокаду с сектора газа или в целом с палестинской автономии. И насчет компенсации, которые пострадали или были убиты турецкие граждане. В связи с вашим последним комментарием нельзя обойти новость о том, что ВВС в Сирии ликвидировали высокопоставленного террориста Хизбаллы, Самира Кунтара, руки которого обогрены кровью израильтян. Как это связано с комментарием о мудрой позиции Израиля и с тем, что вы говорили перед этим об отношениях с Россией? Ну я бы начал с того, что Израиль пока нигде не подтвердил, но и не отказывается от того, что это его, так сказать, военно-воздушные силы приняли участие в этом. И здесь налицо пример, как мне кажется, положительной, спокойной такой рабочей координации по военным вопросам. Начало, которое было положено при визите Натаньяу в Москву, при взаимодействии генеральных штабов, соответственно, российской армии и армии Израиля. И мы уже не первый раз видим, когда Израилю нужно выполнить какую-то боевую операцию, то Россия не только не препятствует, я думаю, что есть и какая-то координация, причем она обоюдная, как мне кажется. Мы знаем также, что Израиль помог в расследовании крушения российского самолета над Синайским полуостровом. И я думаю, что это обоюдное такое рабочее сотрудничество, взаимовыгодное, на благо безопасности Израиля и российских подразделений в Сирии. Михаил, сейчас Израиль и Турция договариваются о налаживании отношений. В то же самое время в Турции принимают лидера Хамаса. Как эта дружба, она может оказаться нам вредна, дружба с Турцией, налаживание с ней отношений? В Турции нужен газ. Все остальные по-марморе, по-другому, по-третьему, еще обсуждаются. А то, что Турции нужен газ, это 100% в теперешних, так сказать, контактах между Израилем и Турцией. Израиль ей очень нужен, но при этом не принято в мировой политике бежать на встречу с открытыми глазами, с открытыми объятиями и не держать в кармане фигу или за спиной нож. Не принято просто так, тем более на Востоке. Таким образом, этот жест, встреча с террористической организацией, которая терроризирует Израиль уже много лет, это обязательный шаг в политике. То есть мы в вас нуждаемся, но вот мы, так сказать, самостоятельные в своих решениях. Мы от вас не зависим. Журналистка газеты ААРЭЦ Амира Хэс заявила, выступая на конференции издания, состоявшейся в Нью-Йорке, что в нынешних условиях эмиграции евреев в Израиль является преступлением. Она сделала вывод о том, что в условиях крайней дискриминации, которая постоянно усиливается, эмиграция в Израиль – это сознательное решение принять участие в отчуждении палестинцев, изгнании их и установлении в стране режима апартеида. Апартеид является преступлением, соответственно, эмиграция сюда евреев в этих условиях – преступление. Вот эти вот высказывания «израильтян против Израиля» в свете последнего скандала с организацией Шувримштика. Трудно поверить, что это только их рук дело, частных таких лиц. Кому еще это может быть выгодно за рубежом? Ну, в общем, может быть, Саша сказал бы об этом более обоснованно. Нет, я скажу так. Ответ был найден уже давно. Европейским фондом или американским фондом. Зачем это нужно европейским странам? Зачем это нужно Америке? Это тоже вопрос. Хороший вопрос. Это хороший вопрос. Потому что Израиль является уже препятствием для той политики управляемого хаоса, которую они уже, так сказать, в течение довольно долгого времени проводят и, так сказать, целенаправленно. Северная Африка, Ливия, уничтожение Ливии, Арабская весна в Египте, потом Сирия. То есть направленность их действий показывает, что Израиль им уже не нужен. Я бы здесь добавил еще, что это касается не только Израиля, а практически всего мира. Именно такое отношение, такая позиция. То есть организаторам вот этого управляемого хаоса и этой гибридной войны, которая сейчас идет, очень важно, чтобы не было никакого единства внутри страны, чтобы не было никакой самобытности, никаких ярко выраженных интересов национальных даже. А стараются стереть все какие-то особенности, то есть как бы превратить мир в какую-то серую массу. Зачем это нужно? И мы для того, чтобы управлять. Вы представляете, если, особенно для Израиля это актуально, что если будет народ сплочен, если будет консолидация общества, если не будет вот таких действий отдельных частей общества против собственного народа, против собственной страны, против собственных интересов, так как можно вмешаться в его политику? То есть просто-напросто, вот это является инструментом, такая политика, вклиниться в любое противоречие, которое есть в обществе, усилить его, обострить это противоречие, довести до крайности, довести до конфликта, иногда до гражданской войны, до раскола, до разбиения стран на части, как это было в частности и в Югославии. То есть это политика, которая называется «разделяя власть». Она как бы уже сотни лет практикуется, и пока другой альтернативы и нет. Поэтому противостоять этому может только консолидация общества на основе каких-то общих интересов. Спасибо, Александр, и до свидания. До свидания. Спасибо за сегодняшнюю встречу. Сериал «Подростки» Детскому телеканалу «Аруция и Ладим» запретили показывать в прайм-тайм серию передач, некоторые из которых посвящены вопросам порнографии, обсуждения такого явления. И оказалось, что проблема это не решает. Дети сидят очень долго в интернете. Мы знаем, что порнографический трафик составляет почти треть от всего мирового интернета. И такие передачи создаются именно для того, чтобы детей уберечь от какого-то случайного попадания на такую программу, чтобы объяснить им, о чем идет речь. То есть, конечно же, что это тушение пожара, то, что называется, а не решение проблемы. Но, тем не менее, может быть, это единственное верное решение в такой ситуации, в которой мы находимся сейчас? Единственное верное решение – это направить вектор их интересов. Кто может направить вектор интересов всех детей? Если вектор интересов ребенка направлен на какую-то совместную деятельность под руководством умных, нормальных, доброжелательных учителей и воспитателей, если они вместе делают, потом получают какой-то вместе один продукт или какое-то там созданное дело, для него это будет намного интереснее. И все векторы его внутренние будут направлены именно на это, чтобы он будет просыпаться с мыслью и со счастьем, что сегодня он будет делать это. Тогда не возникнет проблемы его ограждать от чего-то. Тогда все проблемы этого возраста, когда начинают играть гормоны, когда ребенок начинает интересоваться, они будут решаться сами собой. Спасибо большое. Надеемся, что Ольга вас услышала. Дорогие друзья, спасибо вам. Продолжайте задавать ваши вопросы на нашей страничке в Фейсбуке «Открытый телеканал». Спасибо и до встречи.